Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И хочу вам напомнить, а может быть для кого-то сообщить, что 27 сентября отмечается День работника дошкольного образования. И о наставничестве в дошкольном образовании. Вообще, что это такое? О традициях, о том, почему в последнее время дошкольное образование становится весьма популярным. Все родители об этом думают. Ну и, конечно же, огромное количество людей, которые помогают детям именно в этом дошкольном образовании. Поэтому мы пригласили сегодня сразу нескольких участников этого процесса. И представляю вам. Мария Константиновна Козловаева, представитель Молодежного совета Люберецкой территориальной организации профсоюза образования. Вот я даже не знал, что такое есть у нас название. Методист лицея номер 15 городского округа Люберцы. И наставник наших гостей, которых мы по очереди вам покажем. В первой части у нас Юлия Викторовна Федякова, воспитатель лицея номер 15. То есть вы методист, а вы воспитатель. Победитель областного конкурса «Воспитатель года Подмосковья-2015». Лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года Россия-2016». Это каждый год у вас идут призы. Победитель премии губернатора Московской области «Лучший по профессии в сфере образования 2017 года». Покоя не было три года подряд просто. Член Всероссийского общественного экспертного совета дошкольного образования «Воспитатель России». Всё верно? Всё верно. Всё верно. Ну, начнём с Марии Константиновны. Мария, скажите, вот вы профсоюз образования, то есть это именно молодёжный совет, да? Чем занимается эта организация? Ну, мы представляем профсоюз образования в среде молодёжи, которые работают в образовании среди членов профсоюза. То есть среди молодых членов? Молодых членов профсоюза. Мы работаем над тем, чтобы к нам присоединялись педагоги. Расширяется так потихонечку? Расширяемся. Организовываем их работу. Защищаем, правовые вопросы решаем. А, даже так, то есть... В том числе. А, ну, профсоюз образования? Занимаемся просвещением, да, среди молодых педагогов. Ну, и судя по тому, что к нам пришли сразу несколько педагогов, ну, и ещё по ту сторону экрана тоже находятся, которые постоянно участвуют в конкурсах, соревнованиях и так далее. Вот я сразу хочу. Юля, у вас так много наград. Вы отдыхать-то успеваете? Конечно, но в современном мире и вообще в этой профессии воспитатели, он должен быть всегда стремится к чему-то новому, чтобы быть интересным детям. Потому что современные дети, они шагают довольно-таки быстро со временем, и нам нужно успевать за ними. Чтобы они через нас не перешагнули. Да, не потеряли интерес ко всему. Хорошо. Ну, и вот тут ещё написано, что вы наставник, да, Мария? Что значит наставник? Какая ваша задача наставничества? Ну, наставничество – это поддержка молодых педагогов, которые только приходят в профессию, которые только примеряют на себя роль педагога, которые вступают в общение с детьми, с родителями. Это вот тоже очень ответственная ниша. И помогать, подсказывать, поддерживать. Ну, это даже отчасти какой-то психолог такой по профессии, да, можно сказать? Ну, возможно, затрагивает разные сферы. Потому что вы разные случаи знаете, да, и можете, так сказать, поделиться правильным решением тех или иных вопросов. Да, подсказать или найти это решение вместе с молодым педагогом. Вот отсюда и слово методист, потому что есть методика, да, методично всё это делается. Ну, и, Юля, давайте мы вернёмся к вашему богатому творческому наследию уже, можно так сказать, потому что вы самый разный, воспитатель, победитель. Вот вы мне скажите, мы всё время говорим с коллегами в системе образования, и с учителями, и с преподавателями высших учебных заведений. Всё-таки чего больше нужно? Образование или воспитание? Ну, на мой взгляд, должно быть всего в меру. Не может быть чего-то много, а чего-то меньше. Как бы нужно стремиться находить баланс. И в то же время следить за детьми. То есть все дети разные, и вот, например, каждый выпуск, он отличается от предыдущего. Все дети разные. У каждого разные потребности. И вот нужно соответствовать потребностям, удовлетворять потребности детей. Всё зависит от этого. Ну, а что входит сегодня в ваши обязанности вообще? Чем вы занимаетесь? Вот, на мой взгляд, воспитатель в дошкольном мире – это тот человек, который закладывает у дошкольников мировоззрение и основные такие качества, как любовь к родине, уважение к старшим, прививает трудолюбие. А потом как бы… То есть он должен передать это юное создание уже в более взрослые руки. То есть он идёт уже с платформой, которую готовит дошкольный педагог, именно воспитатель. И в этом огромная роль воспитателя. Ну, и вот тут возникает вопрос, Мария, что можно поделить, ну, скажем так, наставничество и воспитателей на три категории. Первое – те, кто вообще с детьми не хотят работать, им подавать студентов сразу. Ну, как бы уже взрослые люди, легче договориться, легче решить проблемы. Старшеклассники, потом начальные классы и вот детский сад, ясли, дошкольное образование и так далее. Мне кажется, что вот всё, что связано с дошколой, это вообще какая-то должна быть такая крепкая нервная система у человека. Вот кто может сегодня стать таким? Как вот человек в этой профессии? Ведь наверняка многие приходят и уходят, но а те, кто остаются, они становятся такими звёздочками своей профессии. Да. Случайных людей в дошкольной педагогике нет. То есть эти люди, они не задерживаются надолго. То есть пришли, попробовали не их и ушли. Сделали большое одолжение на самом деле. Всё, что касается педагога дошкольного образования, это тот человек, с которого всё начинается. Тот человек, который в своей профессии прикасается к будущему нашей страны, то есть к маленьким детям. Одно неточное движение, и настройка может быть неправильной. Да, и главная задача всё-таки рассмотреть в каждом ребёнке, с которым работает педагог дошкольного образования, что-то уникальное, талант его, заметить и развить. Развивать вместе с родителями в совокупности. Только таким образом мы можем достигнуть результатов. Ну да, здесь, наверное, родители наиболее присутствуют. Потом они ещё в начальной школе, а потом уже потихонечку отпускаются в более свободное плавание. А, ну, я не могу не спросить, Юль, а когда вообще дошкольное образование начинается? С какого возраста мы считаем, условно говоря? Ну, как бы, условно считается, что первый социум – это родители ребёнка. Так. То есть уже в два года они могут привезти его в детский сад и отдать... Писать, рисовать, буквы учить, слова. Но только именно взаимодействие педагога и родителей, оно даст нужный результат и нужный толчок для ребёнка. Если этой взаимосвязи, ну, бывает, что не сложится, то и результаты не будет ожидаемого. Ну, вот, поэтому не зря же я перечислил все ваши замечательные достижения, тем более вы ещё членов Всероссийского общественного экспертного совета дошкольного образования, воспитателя России. Обратите внимание, на что сделается акцент. Вот. Скажите, пожалуйста, какие у вас методики? Чем вы так поражаете на всех этих конкурсах? Хотела сказать, в фестивалях тоже. Чем? Что заложено? Какие-то игровые технологии? Вообще на конкурс я пришла... Заставили? Нет, я сама захотела пойти попробовать. Просто сейчас воспитатели... Ну, то есть вот конкурс – это состязание лучших воспитателей каждого детского сада, дальше района, области. То есть это мотивирует вас? Это мотивирует. Я докажу, что я лучше. Да. Не только самой себе, но и всем остальным. Ты понимаешь, чем живут воспитатели-педагоги в других районах. Ты чему-то учишься. И в то же время ты можешь поделиться своей наработкой. И вот моя наработка заключалась в том, что я обратила внимание на простой песок. Просто на песок, что дети играют в песочнице, им это нравится. Даже я когда-то помню. Вот. И это развивает мелкую моторику. А мелкая моторика... Отсюда идут все корни и дают толчок для всего остального. Ну, песок, просто песок, он не интересен. Мы перешли к цветному песку. Мы стали им рисовать, развивать мелкую моторику. И я увидела, что детям это очень нравится. То есть они могут песком рисовать не только. Вот, ну, как бы в песочнице, но даже зимой. То есть когда все песочницы закрыты. И это как бы... Ваша фишка, как говорят сейчас. Это ваша фишка. А помните, еще есть одно время... Сейчас это уже не является таким прямо... А когда показывали, как люди песком рисуют во время песни чего-нибудь, да? Ну да, анимационное шоу. Да-да-да-да-да-да-да-да. И вот это оттуда тоже идет. То есть вы заинтересовали детей таким, казалось бы, простым способом. А они от этого уже отталкиваются. И дальше уже не просто песок, а разноцветный песок. Ну, как бы, да, там технологии усложняются. Технологии, задачи какие-то ставятся. Мы даже мультфильмы песочные снимали. То есть вот дети сами, им это было интересно, когда они придумывают, создают. То есть сюжет, история. И родителям они уже демонстрируют готовый результат, да? То есть это восхищает и родителей, и детей. Понятно. А вот этот пеликан, это же не просто у нас стоит здесь фигурка. Вы принесли с собой. Это за что? Такие фигуры у нас вручаются победителям. В Люберецком районе. Педагог года. Это две номинации. Учителю года дают и воспитателю года дают. Вот это вас за... Вот это за что? За участие в конкурсе, за победу в конкурсе воспитателей года в городе Люберца. Вот обратите внимание, здесь пеликан у нас. Вот. И маленькие, как сказать, птенцы, пеликаны, да? То есть вот всё сразу понятно. И символизируют. Да. И подняты крылья, как бы защита такая от всяких напастей, которые нас окружают, да? И надежда на то, что из этих замечательных птенцов вырастят большие, умные, красивые пеликаны. Правильно? Да. Вот возвращаемся к разговору о методике. Мария, ну, я понимаю, что существуют методики, которые всё равно, ну, как бы мы не желали этого, государство всё равно что-то спускает сверху. Другое дело, что эти методики могут быть вполне удобоваримыми, но всё равно их нужно превратить в жизненный какой-то инструмент. Вот насколько трудна сейчас работа методиста? Потому что вот вроде как человек, ну, что такое образование, как обычно, если человек ещё не родитель. Ну, кто-то там чему-то учит и так далее. Он уже забыл, что его учили, что его кто-то первый раз научил что-то писать, рисовать. Я даже что-то когда-то какие-то картинки рисовал в детстве, я сейчас вспоминаю. Вот задача методик сегодня, их же много разных, наверное, у каждого свой подход, плюс есть какие-то официальные, ну, спускаются сверху. Да, вот мы с 1 сентября начали вся Российская Федерация работать по федеральной образовательной программе дошкольного образования, которая позволяет создать единое образовательное пространство на всей территории нашей большой страны, в разных её уголках. И данная программа, она нацелена на патриотическое воспитание. То есть мы возвращаемся к истокам. Мы, как сказал Ломоносов, народ, который не помнит своего прошлого, обречён забыть будущее. У него не будет будущего. Поэтому сейчас активная гражданская позиция воспитывается в детях, и я этому очень рада. Что касается сложности работы методиста, методист это человек, который работает в команде. То есть, ну, любой педагог, будь то дошкольник или педагог школы, работает в команде. Так проще, так легче, и так интереснее детям. Так и мы создаём команду, работаем. Методики спускаются. Что-то мы берём в себе, что-то мы производим в своё, какое-то придумываем. В общем, как говорят, в таких случаях правильно разруливаем ситуацию. Главное, чтобы ребёнку было интересно, и чтобы он пришёл в школу, и вам сказали спасибо за дошкольную подготовку. Вот мы сейчас идём к финалу первой части. Я так понимаю, что с Юлей мы попрощаемся, да, и к нам придёт ваша коллега, тоже победительница. Вот скажите, на сегодняшний день вы в каком-то конкурсе опять участвуете? Нет, на сегодняшний день я приняла для себя решение, что я... Какая пауза. Такая пауза, что я занимаюсь только детьми, у меня выпускная группа, и я буду этот год готовить детей к более взрослой жизни для передачи детей в школу. Сколько у вас детей в коллективе? Сколько вы готовите? В группе 21. 21? Ну и как они? Они все замечательные. Все замечательные? Любимчики-то есть? Ну, конечно, как уже у всех. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что говорим мы сегодня о дошкольном образовании. Кстати, не всегда этому много уделяется внимания. Школа как-то больше внимания привлекает, и питанием всё время интересуется. Ну, как бы такой уже серьёзный период жизни человека. А всё же начинается до того, как. Вот поэтому до того, как мы сегодня продолжим разговор во второй части нашего интервью. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Мы говорим сегодня о дошкольном образовании 27 сентября. Вот как-то 5 октября все отмечают там День Учителя и так далее. А 27 сентября они все вспоминают свои дошкольные годы, потому что, наверное, не все себя помнят. А они были почти у всех, потому что только потом наступает школа. Напомню, что в студии у нас находится Мария Константиновна Козловаева, председатель молодёжного совета Люберецкой территориальной организации профсоюза образования и методист лицея номер 15 городского круга Люберцы, своего рода наставник. Одно из наших гостей, которое покинуло студию, это Юлия Федякова. Мы поговорили, там очень много у неё наград. А сейчас к нам в студию пришла, кстати, во второй уже раз, да? Да. Надежда Собурова, воспитатель этого лицея, лауреат областного конкурса, воспитатель года Подмосковья 2021. Вот прежде чем Надежду подключим к разговору, кстати, и пеликанов у нас теперь два стало, вот это хорошо. Скажите, пожалуйста, Мария, а вот где вы находите этих замечательных, очаровательных воспитателей, которые готовы принять участие в конкурсе? Это ж надо иметь выдержку, характер, время. Ну, во-первых, они когда-то пришли работать в детский сад Белоснежка. Так. И там... Вы все пересеклись. И там-то мы все пересеклись, там нас заметил руководитель. И направил мягко для участия в конкурсе. Человек, который готов участвовать в конкурсе, его сразу видно, у него светятся глаза, он хочет привнести что-то новое в образовательный процесс, он любит детей, любит работать с детьми, и у него всегда очень много идей. Главное – направить их в нужное русло. Ну, то есть это такой человек, который, ну, немножечко должно распирать, чтобы, да, показать свои возможности, да? Да, в хорошем смысле это. Конечно, конечно. То есть, что только сидеть... И, кстати, это полезный ведь выход на этот новый уровень, то есть тебя узнают, ты что-то можешь показать. Правильно, Надежда? Конечно. Мы же с вами тогда разговаривали, я помню, еще было такое ощущение немножко, как, что это произошло, и вот, наконец, проходит какое-то время, 21-й год, тем более он сложный был год, не забывайте, что до сих пор, я для себя это иногда говорю, дети вот пандемии, потому что они попали, бедные, в такой период. Ну, мы все попали, понятно, но это очень трудно было выходить из этого, и это чувствуется, вот те, в данном случае, мои студенты, которые, ну, до пандемии были, немножко одна история, а время пандемии другая, а вот сейчас постпандемия, тоже немножко с другим приходит характером. Ну, и, конечно же, я к чему этот пандемию вспомнил, что ничего не заменит человеческого общения, верно, Надежда? Конечно. Как вы договариваетесь с этими маленькими, замечательными созданиями? Ну, хочу сразу сказать, что к этому я пришла не сразу, первое время я вела с ними как учитель, а сейчас, уже со временем, с опытом, я веду с ними как партнер. А, вот как? Я с ними дружу, я с ними общаюсь, договариваюсь, я их чувствую, и у нас все получается. Ну, в общем-то, это такое похоже на… Ну, вот есть такое замечательное, вот при этом банальное слово «любовь человеческая», да, это когда ты, ну, как бы растворяешься в человеке, потому что тебе нравится. А здесь, можно сказать, профессиональная любовь, потому что вот любую профессию, которую не возьми, что такое, ну, скажем, коммуникация, да, это когда ты слышишь другого человека. Да, ты знаешь, что нужно сделать так, и правильно будет так, но надо дать, по крайней мере, возможность услышать его или ее и потом направить на путь истинный. То есть вы с ними научились договаривать, и с ними можно договариваться. Да, но этому нужно учиться. А где? Я думаю, что если рассмотреть мой опыт, то нужно не бояться развиваться, учиться чему-то новому, идти туда, где страшно. И тогда можно пойти на конкурс «Воспитатель года». А это было страшно? Это было очень страшно. Это был первый опыт мой. Это было очень страшно. Были такие мысли перед выходом на сцену, что, думаю, наверное, мне нужно убежать, но тогда, думаю, меня уволят с работы, нужно покинуть город, нужно вернуться к родителям, думаю, но это уже совсем... То есть была ситуация, что безвыходная, и не идти нельзя, и хочется... Ответственность. Но вы же предполагали, то есть вы знали, просто вы не знали, как это преподнести. А потом как-то пошло хорошо, да? А потом пошло хорошо. Это было неожиданно. И когда я увидела результат, что это работает, то потом стало легче намного, и потом я уже чувствовала себя намного комфортнее и увереннее на всех выступлениях, на всех мероприятиях. Вот тут, возвращаясь, Мария, к вам, потому что вы же сами сказали, ну это как бы логично, родители в этот период такие еще иногда даже более сложные, чем сами дети. Особенно если это молодые родители, первый ребенок, может быть, ранний ребенок, такая молодая семья, которых самих еще нужно воспитывать в какой-то степени. Вот насколько контакт должен быть с дошкольным воспитателем, с родителями? Это как семейный такой должен быть разговор? Это должно быть доверие. То есть ребенка от себя родители должны отпускать легко, потому что приходят дети двух лет, у которых очень тесная связь с мамой в особенности, поэтому они должны легко отпустить ребенка. И когда у родителя внутри есть состояние такого спокойствия некоторого, ребенку оно передается, и он спокойно вступает в свою новую жизнь. Постепенно, как бы отрываясь от хорошего смысла слова, скажем так, увеличивая количество своего общения, потому что там можно... Вот, кстати, как вы как методист относитесь к тем родителям, которые против дошкольного... Ну, то есть дошкольное образование, оно дома. Просто приглашать учителей. Ребенок должен быть, воспитываться в социуме по разным причинам. По причине того, что он должен к школе научиться общаться. Даже если его немножко обижать будем. Даже его не будут обижать, если не настраивать ребенка на то, что так оно может быть. Ребенка могут научить играть. Это самое главное. В детском саду ребенка научат играть. И даже по тем причинам, что иммунитет вырабатывается. Вот дети, посещающие детский сад, они болеют меньше в школе. То есть пропускают образовательную программу меньше. Ну, и просто для здоровья лучше. Для здоровья лучше. Ну, и тут, Надежда, к вам вопрос. Вот я, честно говоря, все больше и больше пытаюсь вспомнить себя в садике. И правда, у меня... Ну, я много там переезжал и так далее. Но, наверное, какие-то приятные моменты, если так заставить себя вспомнить, они всплывают. Но, конечно, больше школа. Потому что школа, наверное, это первый момент, когда ты идешь в первый класс, ты понимаешь, что ты уже взрослый человек. А уж когда там в 10-е, то уже все это уже... Ну, ладно, схожу. Да? Вот скажите, когда вы понимаете, что вот эта личность уже начинает вырисовываться? Сразу вот прям с первых моментов знакомства? Характер, подача? Я всегда думала, что я это замечу прям с первых секунд. Но, как показывает практика, это все приходит чуть позже. Когда наблюдаешь, кажется, что одно, а через некоторое время получается совсем другое. Нужно наблюдать. Ну, ведь тут же, смотрите, у нас даже по физиологическому строению ребенок меняется, у него цвет волос может поменяться, ну, вообще много чего может... Он вдруг вырасти может там в школе, например, и так далее. Но как выстроить правильно, чтобы не потерять его интерес? Ведь должно быть интересно. То есть есть программа, ну, условно, да, программа, имею в виду, не только образование, но и программа там отдыха, каких-то игр, квестов, как сейчас говорят. А есть программа, которую, ну, наверное, надо понимать, кому больше чего давать, кому меньше. Вот методика существует такая, комплексного подхода к каждому? Комплексного подхода к каждому. Здесь я бы сказала личностно ориентированный подход к каждому воспитаннику. Ну, когда воспитанников ни в коем случае, детей своих, детей, которых у тебя в детском саду, ты их воспитываешь, нельзя сравнивать с другими детьми. То есть сравниваешь ребенка только с самим собой. В начале пути, его вступая в дошкольный возраст и на выходе из дошкольного возраста, сравниваешь только с самим собой. И проводя такой мониторинг, в том числе мониторинг собственного развития, педагога выстраивается линия, по которой следует идти и развивать конкретного ребенка. Вот тут интересный тоже такой момент, Надежда, смотрите, ведь многие не помнят себя в садике. Даже в первом классе не помнят. Ну, фотографии только, если там, или видео. Хотя видео сейчас и в садике, и, слава богу, вас там условно назовем корпоративы. Так местные, я имею в виду, детские утренники проходят и так далее. Но все равно, даже смотришь на себя в этом, это что, я? То есть я к чему веду? Ведь дети, многие не помнят, что с ними там происходило. Но вы-то закладываете все равно всю эту историю. Вот вам не обидно, что иногда чаще помнят школу, чем детский садик? Нет, не обидно. Вас вспоминают? Кто-то забывает, кто-то вспоминает. Но я думаю, что это больше зависит от родителей, да? Те, которые дома, культивировали образ воспитателя? Да, да. Встречаемся на улице, звонят, поздравляют по телефону. Есть, да, которые помнят, есть, которые не помнят. А есть дети, которых мы тоже забываем. А есть, которые на все же с нами, да? Такие яркие звездочки, да. Яркие звездочки, которых забыть невозможно. А правда самых таких шумных запоминают? Или разные бывают? С этим соглашусь. Да, самые шумные. Ну вот и, Мария, еще такой вопрос. Методики, конечно же, есть. Умные люди, научные сотрудники составляют и так далее. Но каждый ребенок – это личность, да? Плюс родители. Наверное, же бывают какие-то конфликты. Вот как их приходится разруливать? Существует какая-то система, когда, ну, вам необходимо поговорить с родителями? Ну, или какому-то совету поговорить? Не потому, что там воспитатель неправильно поступил. Ну, какие-то проблемы. Как они решаются? Ну, любая проблема решается уже на том моменте, когда мы понимаем, что эта проблема существует, и нужно сделать определенные шаги в ее решении. Беседа – это первое, что стоит… Да, на первом этапе. в решении проблемы. И обычно вот большинство, 99% проблем, возникающих у родителей, они после беседы с педагогом, с узкими специалистами, со мной, с руководителем учреждения, они решаются. Просто разъяснительные беседы. Потому что все проблемы в большей степени от незнания, от опасений каких-то. То есть зачастую они бывают выдуманными какими-то, то есть раздутыми во всевозможных чатах, группах. То есть слишком родительская любовь и вера в то, что вот если что-то где-то, кто-то черное, то есть белое назвал черным, в это проще поверить. В это проще поверить. В это проще поверить. И нужно доверие. Вот если родители приводят ребенка в доверие. Замечательный финал для нашей программы. Единственное, что еще один вопрос Надежда вам задам. А вы планируете участвовать в новых состязаниях? Обязательно. Обязательно. Я рвусь к этому. Потому что... А то вот Юлия сказала, что пока паузу берет, у нее выпускная группа. А вы? Да. А сейчас расскажу почему. Потому что сразу после победы в конкурсе я стала мамой в третий раз. Я сейчас нахожусь... Трижды мама. Трижды мама. Многодетная мама. И сейчас я уже скоро буду выходить на работу. И я готова к новым конкурсам, к новым открытиям. Ко всему прекрасному. Никогда бы не сказал, что трижды мама. Да. Да. Молодая, юная девушка. Совершенно. Спасибо. Это говорит о том, что все хорошо и в правильном направлении идем. Ну что, мы еще раз поздравляем вас. Работа очень сложная. Правда, она не всегда заметна. Особенно, когда люди вырастают. Там первый ребенок взрослый. За вторым уже иногда меньше следят. Действительно, не все помнят детский сад. Кто-то, конечно, помнит. Но это нужная работа в самых разных условиях. Это первая задача. Иногда, мне кажется, то, что происходит вот в этот дошкольный период, человек сам того не осознавая проносит через всю жизнь. Поэтому это во многом зависит от вас. Так что с праздником в вашем лице всех ваших коллег. Спасибо. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». У нас в студии во второй части присутствовали Мария Козлобаева, председатель молодежного соц. Люберецкой территориальной организации профсоюза образования, методист лицея 15 городского округа Люберцы и воспитатель лицея номер 15, который успешно выходит из декретного отпуска и приступает не только к работе, но и к конкурсной деятельности. Надежда Николаевна Собурова. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Павленко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова